Согласно закону о выборах, средства массовой информации в период предвыборной агитации должны предоставлять всем избирательным объединениям равный доступ к своим ресурсам, будь то печатная площадь или эфирное время. Пять государственных газет Карачаева-Черкесии, День Республики, Карача, Черкес, Хэко, Абазашта и Нагадавысы дадут избирательным объединениям для агитации 10% от общей площади своего печатного издания. Например, День Республики отдает политическим объединениям 1200 квадратных сантиметров на второй полосе. Остальные национальные газеты по 500 квадратных сантиметров и также на второй полосе. А кто и в какой день опубликует свои материалы в этих газетах, определил жеребий. Здесь процедура проходила совершенно открыто, абсолютно здесь соблюдено принцип праведства. Поэтому наша газета предоставляет, я считаю, очень неплохие условия, потому что по закону мы 10% предоставляем на бесплатную площадь. Поэтому есть возможность и высказаться избирательному объединению. А наши читатели получат объективную и, в общем-то, я надеюсь, достоверную информацию о платформе, о перспективах нашей республики. Так что, я думаю, это вполне коррелирует и с контентом нашей газеты, общественно-политическая тематика. Поэтому я думаю, что здесь помимо выборной темы мы получим и хорошую информацию о политической радуге, которая присутствует в нашей республике. Здесь нет лидеров или аутсайдеров. Региональные периодические издания предоставили всем партиям абсолютно равные площади для предвыборных агитационных материалов. Шесть списков кандидатов у нас зарегистрированы и участвовали в жеребьевке пять государственных газет. Я надеюсь, что избиратели получат достаточно объективную информацию полную о тех, кто баллотируется на выборах в Народное собрание парламента КЧР. Далее состоялась жеребьевка по распределению агитационного эфирного времени на региональных телеканалах. Так, Архиз-24 выделил всем политическим объединениям равное ежедневное эфирное время. А ровно за неделю до выборов каждый день в прямом эфире на нашем телеканале будут проходить дебаты с участием зарегистрированных кандидатов. Напомним, предвыборная агитационная кампания продлится с 10 августа по 6 сентября включительно. Юлия Житная, Назиркапушев, Архиз-24.